Новые цифры. В Балхаше повысится тариф на холодную воду. Ежегодно поднимается тариф. Настройка изображения. Два лот-экрана на улице Жильтаксан подключили. Эти мониторы дают возможность просматривать прямые трансляции мероприятий в высоком качестве. Кому премию в Балхаше начался прием заявок на премию Акима города Оркен. В этом году победители в номинациях получат по 70 тысяч тенге. В Балхаше повысится тариф на холодную воду и канализацию. Новые цены ведут с 1 января следующего года. Стоимость поднимется на 5%. Сейчас один кубический метр воды обходится в 162 тенге с учетом НДС и 55 тенге за куб канализации. Стоимость на одного человека составляет 1209 тенге в месяц. С 1 января цены поднимутся на 5%. В новом году кубометр воды и канализации будет стоить уже 170 и 58 тенге. При счете по количеству жильцов за одного придется заплатить 1270 тенге. План по увеличению тарифа на холодную воду и канализацию утвердили еще в ноябре прошлого года. По нему цены будут расти ежегодно до 2021 года. В прошлом году на 5 лет утвердили тариф, ежегодно поднимается тариф. В этом году, если на человека у нас 1210, в следующем году с 1 января будет 1270. Из-за того, что мы подняли тариф в помощь населению, выделяются субсидии. Ежемесячно мы выходим со своими предложениями и нам выделяют субсидии. Новые LED-экраны за Дворцом культуры подключили. Чтобы настроить картинку, на двух мониторах приехали специалисты из Алматы. Устанавливать телевизоры рабочие начали в прошлом месяце. Сегодня специалисты подключили мониторы и проверили их работу. На двух экранах высотой в 3 метра и шириной 6 метров будут транслировать видеоролики. LED-экраны последнего поколения состоят из более 500 модулей и яркостью больше 7000 светодиодов. Такие параметры передают изображение с максимальной четкостью. Кроме того, мониторы устойчивы к низкой температуре до минус 60 градусов и до 50 градусов жары. Такие модели LED-экранов мы устанавливали в больших городах Азастана. Эти мониторы дают возможность просматривать прямые трансляции мероприятий в высоком качестве. Как воспитывать подрастающее поколение, какая сейчас современная молодежь и какой должна быть, обсудили в Балхашском каворкинг-центре. В город приехала делегация из Караганды и встретилась с представителями этнокультурных центров и молодежью. Директор аппарата Акима области, председатель польского общества Полуния, председатель Совета общественного согласия области и специалист по Жизказганскому региону прибыли в Балхаш после встречи в Приозерске. Следующий пункт в маршруте делегации – Шетский район. Областные эксперты объедут весь регион, чтобы активизировать деятельность Советов общественного согласия, которые занимаются предупреждением социальных конфликтов, объединяя политические и неправительственные организации для обеспечения общественного согласия и единства. В Балхашане рассказали о работе и функциях организации и проблемах современного общества. В следующий год президент Казахстана объявил годом молодежи, поэтому нужно больше внимания уделять подрастающему поколению и его воспитанию. Из покон веков молодежь воспитывали строгости. Девочки – продолжительницы рода, будущие мамы. Им передавали традиции народа. Мальчиков воспитывали как защитников. Сейчас это все забывается. С нового года в Казахстане вырастет минимальная заработная плата. По поручению президента ее размер увеличится с 28 тысяч до 42 тысяч тенге. А какой должна быть минимальная зарплата, по мнению балхашцев, с таким вопросом мы вышли на улицы города. Тысяч сто как минимум. Не прожить на эти деньги сейчас. Тысяч сто, наверное. Ну, явно 42 – это мало. Тысяч пятьдесят, наверное, с чем-то. Я так думаю. Для нормальной жизни, ну, я так считаю, сто. Это, ну, в среднем вот так вот. Наверное, кто как тратит. Ну, приблизительно 150-200 – это точно. Потому что и медицина у нас сейчас тоже не бесплатная, везде надо. И свои лекарства, и все это надо. И также и кушать, и дети, знаете сами, дети, и садик, и школа – все это надо. Ну, хотя бы в среднем, я говорю, 200 тысяч – это надо. В любом случае. Ну, никак не 40, не 30. Это, знаете, это минимально совсем. На 1040 можно прожить? 150 тысяч – нормально, мне кажется, будет. Ну, вообще, хотелось бы 300 тысяч. Каждому же жить хочется хорошо. На этой неделе в мире отметят Международный день энергосбережения. Дату утвердили в 2008 году с целью привлечь внимание властей и всего населения к рациональному использованию ресурсов. А уменьшая потребление энергии, мы снижаем загрязнение окружающей среды и меньше платим за коммунальные блага. Наш экономный корреспондент Акмарал Хасина собрала в своем материале способы, которые помогут вам сберечь электроэнергию. Экономия электроэнергии начинается с правильного выбора бытовой техники. Она должна быть высокого класса эффективности электропотребления. Маркировка по классу эффективности энергопотребления указывается непосредственно на корпусе техники, либо в паспортах. Но чаще всего именно на корпусах есть такие специальные наклеечки, там написано А+, А2+, А3+. Энергоэффективность зависит от типа мотора и дат, когда производят технику. То есть, чем новее техника, чем новее технологии, которые в ней используются, тем меньше она потребляет. В деле экономии важно правильно пользоваться приборами. До 30% электричества можно сберечь при стирке, если выбирать подходящий режим по типу ткани и не превышая максимальную загрузку белья. Они все сейчас будут стиральные машинки от А-класса. При приготовлении пищи вы потратите на 5-10% меньше электричества, если будете использовать сковородки и кастрюли с правильной формой дна и подходящую по размерам конфорки. Не стоит забывать, оставленные в розетке зарядные устройства продолжают потреблять энергию даже после отключения смартфона. В случае, когда подзарядка подключена к сети постоянно, в пустую расходуется до 95% энергии. Это относится к круглосуточно включенным в розетку принтерам, к сероксам и телевизорам. Экономим электричество с помощью энергосберегающих ламп. Пять экономичных лампочек потребляют энергию как одна обычная. Кроме того, источники света нужно очищать от пыли, которая способна поглощать до 20% излучения. Стоит помнить, экономия электричества – это не только забота об экологии и вашем кошельке, но и мера безопасности. Поэтому, выходя из комнаты, не забывайте выключать электроприборы и гасить свет. Акмарал Хасина Сирик, Исибаев, Оркен Медиа. Лучшая балхашская молодежь получит денежные премии Атакима-городом. Ежегодно отбор кандидатов на получение награды Оркен начался. В этом году размер вознаграждения номинантов увеличат. Побороться за премию городоначальника могут жители города от 14 до 29 лет. Подать заявку можно в 10 номинаций, среди которых лидер года, лучшие студенты и предприниматели. В зависимости от категории оценят профессиональную, творческую, научную и общественную деятельность. Для участия претенденты должны принести две фотографии, резюме, сертификаты, грамоты и написать эссе на тему, почему достоин премии. Заявки принимаются до 30 ноября. В прошлом году победители в каждой номинации получили по 50 тысяч тенге. В этом премию планируют увеличить. Приглашаем балхашку молодежь для участия премии Оркен. В этом году победители в номинациях получат по 70 тысяч тенге. Церемония премии состоится в начале декабря с участием Акима города. На сегодня это все новости. До встречи в эфире завтра в 20.15. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова